Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. Праздник Рождества Христова остался позади. И сегодня в нашей передаче хотелось бы еще немножко поразмышлять о том, как рождение Мессии и Спасителя Иисуса Христа повлияло на мир, как оно его изменило. Ведь речь идет не только о том, что мы стали вести летоисчисления по-другому, 2024 год от Рождества Христова, но речь идет о чем-то более глубоком, сакральном, таинственном, о том, что произошло в мире, но, может быть, не совсем явно для глаз человеческих, для разума человеческого. И вот об этих изменениях в мире после Рождества Христова хотелось бы сегодня поговорить с нашим гостем, отцом Максимом Портновым. Отец Максим, здравствуйте! Здравствуйте, отец Назарий! Отец Максим, Христос родился, что дальше? Как изменился мир? Что произошло и почему для нас это вот такой главный праздник, один из главных праздников? И как он повлиял вообще на весь мир, видимо? Потому что вроде кажется, что как до Рождества Христова, люди занимались своими делами, вели войны, создавали семьи, появлялись новые технологии. Вроде бы в мире мир как жил в своем ритме, так он до сих пор и живет спустя 2000 лет. Вроде бы внешне кажется, что ничего не поменялось. Да, появилась новая религия, появились христиане. Но вроде бы как бы на первый взгляд, даже в какой-то степени человечество, может быть, даже стало их хуже, наоборот, даже деградировало в каких-то аспектах. Или все-таки это только поверхностный взгляд? Все-таки что-то, наверное, изменилось? Да, дорогой отче, действительно, это вопрос, которым, опять же-таки, задаются люди с глубокой древности. И сегодня тоже. Потому что если посмотреть на сугубо внешний аспект, то действительно ничего не изменилось. Как люди раньше болели, так и болеют. Как совершались войны, так, к сожалению, они и продолжаются. Как раньше были какие-то движения и вперед, и назад, так и сегодня это все происходит. И действительно, с внешней точки зрения, вроде бы нигде ничего не изменилось. Мы уже как-то говорили в этой передаче, что Христос не стал великим императором, который бы поработил весь мир, значит, и создал бы какие-то там удивительные высокие законы, и все бы жили и благоденствовали. Христос не явил себя каким-то там ученым, который бы там что-то открыл и так далее. Значит, и вот в последней передаче мы затронули такую сложную тему, что это именно Бог явился в этот мир. Но от Его пришествия что изменилось? Какие процессы произошли и произошли ли? И вот эти вопросы действительно будоражат многих. Но тут важно понять, а что же за процессы-то такие были в мире? Значит, и вот исходя из этого, мы можем уже дальше пытаться размышлять. Потому что когда мы говорим о том, что пришел в мир Спаситель, то у человека возникает разумный вопрос. От чего Он меня спас? Он меня ничего не спас. Но если мы посмотрим, как понятие спасения интерпретировалось в разных эпохах, в разных религиях, то мы увидим, ну, как минимум две картины. Первая картина — это, ну, давайте, иудейская. Они ожидали пришествия Машааха и до сих пор ожидают. Но в каком ключе? То есть кто это и что Он с собой принесет? И вот и в те времена, когда Господь родился, и сегодня для них это такие две главные мысли о том, что это благоденствие их народа иудейского, причем, скорее, это даже тотальная власть над всем миром. Такая вот идея. А вторая идея — это, значит, довольствие. Довольствие, что не придется ни о чем думать. У них там даже перечисления есть, что будете одеваться, значит, там в дорогие ткани, значит, там будет много рабов и так далее. Это было и во времена до рождения Христа, и после рождения Христа. Это вот иудейское понимание спасителя. Понятие спасителя было, в принципе, и в языческом мире. Просто обычно акцент делался на некую верховную власть, а не на божество. Божество было где-то там далеко, и оно с этим миром не соприкасалось, так как об этом говорит христианство. Боги там на Олимпе жили сами по себе, периодически, значит, там что-то сбрасывали в человеческий организм, но не более того. Там даже какой-то философ писал, что эти боги никогда не примут нашу человеческую природу. Значит, и вот у них понятие спасителя было еще проще, значит, хлеба и зрелища. То есть самое простое такое понятие. Значит, и в этом плане мы, ну, как бы, недалеко-то ушли. По факту у нас то же самое. То есть мы хотим, ну, вот под хлебом мы можем понять в принципе тоже и вот некое благоденствие в плане того, что нам не нужно будет задумываться о том, чем накормить наших детей, будет ли у нас там достойная пенсия, значит, там и так далее. А вот под зрелищей сейчас не говорят, но, наверное, больше говорят о развитии человеческого общества или человека отдельно взятого. Развитие в каком контексте? О, если бы в каком-то высоком нравственном. Но в основном все вот это развитие уходит в какую-то такую внешнюю область, чувственную. И все больше и больше мир начинает говорить о понятии свободы. Вот я думаю, и вы, отче, и наши зрители в принципе сами на себе это ощущают. И где-то в обществе постоянно говорится о вот этих понятиях свободы. То есть дайте нам свободу. Но свобода чего? Или свобода, которая к чему приводит? И вот это как раз вот к нашему разговору о, значит, свободе. И вот здесь нужно поразмышлять. Есть свобода тела, есть свобода души. И очень часто люди эти понятия, во-первых, путают. То есть свобода тела тут, ладно, более-менее, думаю, всем понятно, значит, что имеется в виду. Но вот свобода души — это вопрос более сложный. И человечество не всегда на него обращает внимание. Под свободой тела понимается возможность путешествовать везде и всюду. Значит, любые какие-то ограничения, значит, границы считаются недопустимыми, нарушающими свободу. Свобода тела понимается обществом как вседозвольность иногда и так далее. И вот свобода души — это уже то внутреннее понятие, которое бушует в самом человеке. И вот здесь начинается всё самое интересное. У нас митрополит Сергий очень любит писателя Достоевского. И вот у Достоевского есть такая фраза. «Здесь дьявол борется с Богом, а поре борьбы есть сердце человеческое». То есть вот внутри человека постоянно происходит вот эта вот битва между добром и злом. И вот тут, к чему я эту мысль веду, что человеку естественно иметь какие-то желания. Они так и названы у нас — естественными. Нам, естественно, например, хотеть, чтобы у нас был чистый воздух на улице или там, где мы живём. Это естественно? Конечно. А естественно, значит, хорошо одеваться или правильно питаться — это естественно? Конечно. И в этом плане нет никаких противоречий. Но вот это вот внутреннее состояние человека порой приводит к тому, что мы называем противоестественным. И вот это вот ложное понятие свободы очень часто приводит к тому, что человек от естественного переходит к противоестественному. То есть человеку можно есть — можно, но и дальше возникает. А вот излишки — это естественно? Нет. И медицина об этом говорит, и то, что ты в штаны не помещаешься иногда, об этом говорит и так далее. Естественно, человеку, значит, стремиться к какому-то благу материальному. Стул иметь или кровать иметь. Да, естественно. Но, а дальше человек начинает хотеть на чего-то, значит, большего. И вот удивительным образом, что в святоотеческой традиции вот это понятие противоестественное называется грехом. И вот тут к чему это всё, простите, такую длинную преамбулу я, значит, вёл. Получается следующий момент. У нас очень часто возникает такая мысль, что Бог где-то там на небе создал некий закон. И вот этот закон был спущен сюда, на землю. И вот если человек этим законам не следует, то человек получает от Бога какое-то наказание. И даже вот мы, священники, очень часто сталкиваемся с людьми, которые вот попали в какую-то тяжёлую ситуацию, они порой говорят такую фразу, «За что меня Бог наказал? Наказал, почему он меня не любит? Что я такого сделал плохого, что Бог мне там то-то, то-то, значит, сделал?» И вот я вот эту вот долгую преамбулу говорил для того, чтобы наши дорогие зрители одну главную мысль поняли, что когда человек нарушает естественный ход определённых вещей, то он совершает грех против самого себя. Не Бог его наказывает тем, что он пошёл не туда, съел лишнего, или, значит, украл, или ещё что-то. Получается, что человек сам себя наказывает, то есть как бы человек ходит по иголкам, но кричит на небо, «За что Бог ты меня наказываешь?» Ещё раз повторюсь, мои дорогие зрители, услышьте вот этот важный момент. Не Бог наказывает нас, человек сам себя наказывает, идя вот в эту противоестественную, или, как вот мы сказали, как раз-таки это и называется грех. И поэтому возникает вопрос, что же сделал Христос? То есть мы возвращаемся к нашему первому, значит, главному вопросу. Что он такого сделал, что изменилось в этом мире? Да, Бог не изменил мир в целом, но он дал человеку понимание вот этого своего внутреннего противоестественного стремления, которое не даёт ему покоя. и с этого момента человечество, оно и раньше об этом задумывалось, что что-то не так в самом человеке, в самом его природе, в его естестве, но человечество пыталось создать какие-то законы, хорошие законы принимались, где-то человечеству удавалось освободиться от каких-то, значит, там, воинов, например, но болезни появлялись, мир катаклизмы свои приводил. И вот тут мы приходим, наверное, к самому главному моменту, что Христос поменял. Христос не изменил мир, но изменил подход к этому миру, то, как человек может на этот мир посмотреть. Если можно даже, наверное, так сказать, что Христос дал такой некий ключ к такому заветному ларчику, который находится внутри человека. Мы в Священном Писании так и читаем, что Царство Божие находится не где-то там, в Альфе Центавре, или вот конкретно там, вот в таком-то городе, вот на такой-то улице, вот в таком-то доме, что Царство Божие находится внутри самого человека. И вот самое главное изменение, которое принес в мир Христос, это изменение внутреннего характера. Посмотрите на человечество после рождения Христа, после Его распятия и воскрешения, после создания Церкви. Как изменилось человечество? Ведь только задумайтесь, мои дорогие, кто были апостолы, например? Рыбаки. Люди не книжные. Когда их позвали на встречу с первосвященниками, то те, их выслушав, они им сказали, идите. А между собой говорят, что мы их слушаем? Они же не ученые, они же не книжные люди. Но парадокс заключается в том, что христианство стало развиваться среди порой максимально простого человеческого общества, среди рабов, среди, значит, людей нравственно порой очень далеких от каких-то возвышенных идеалов, среди воров, убийц, блудников. И что происходит с человеком? Очень часто пытаются Христа сказать, что он революционер. Нет! Он не создал революционное движение. Что он создал? Он создал внутреннее изменение такое, что человек, находясь даже на самом дне порой человеческих каких-то понятий, общественных взглядов и так далее, вдруг начинает внутренне настолько преображаться, что полностью меняет себя, а порой и вокруг себя какое-то общество. И с этого момента человек, что он изменяет? Он создаёт какие-то новые законы? Он как-то меняет государственный строй? Нет! Но человек начинает смотреть на все те же проблемы, которые находились и раньше, но под совершенно другим углом, под совершенно другим взглядом. А какой этот взгляд? То есть, что даёт такое Христос человечеству, что христианство стало самой массовой религией, самой распространённой по всему свету, Библия стала самой печатной и на самое большое количество языков переведённой книгой? И ответ мы находим в самом Евангелии, «Потому что Бог есть любовь». Вот что человечество принёс Христос. Человечество жаждало именно вот этого любви, вот этого критерия и понимания. И ещё раз повторюсь, Христос не является каким-то философом, просто который новое учение принёс. Он изменяет само естество человека, которое, преображаясь под действием сопричастности к Богу, начинает само становиться источником. Как мы читаем в Евангелии, когда Господь встречает самарянку. Вы станете источником воды, живой. Вот она, живая вода. И самый парадокс-то в чём заключается? Что любовь, ведь это такое интереснейшее свойство человеческого естества, что если человек этой любовью обладает, он полный. И вот эта вот полнота, она не вмещается в нём. Он начинает эту полноту внешне проявлять по отношению к тем людям, которые его окружают, по отношению к этому обществу, даже к миру, даже к миру животному. Вспомним многих наших преподобных отцов, которые, в принципе, общались с животным миром, с медведями, с львами. Значит, и эти животные не вредили им. Мучеников сколько было, которых выпускали, на них зверей, а они ластились к ним, как котята. Потому что вот это вот изменение, вот эта любовь, которую даёт человечеству Христос, оно настолько становится массовой, что затрагивает всё естество человека. И человечество начинает преображать этот мир. Кстати, интересно, вот, может, чуть-чуть в сторону отойду, но, наверное, интересно будет нашим зрителям, что научный процесс в мире стал развиваться именно благодаря христианству. А знаешь, отче, почему? Ну, монастыри, конечно, занимают. Во-первых, образованные люди в монастырях были, которые умели читать, писать, стремились к познанию мира. И мы знаем, что действительно монастыри, в своё время, особенно на Западе, в те времена, они как раз-таки занимались продвижением науки. Да, и ты абсолютно прав, но есть ещё один маленький нюанс, самый главный. Самый главный нюанс в чём? О чём говорит язычество? Что боги себя проявляют в виде вот определённых естественных природных вещей, которые мы сейчас называем естественными. Ветер, молнии, огонь, вода и так далее. И, соответственно, можно ли было это проявление некого божества и следовать? Нет. Поклоняться? Да. Приносить жертвы? Да. А исследовать? Нет. И когда христианство появляется, говорит, что есть Творец, а вот это всё, это только творение, и это не Бог в этом всём творении, да, всё творение находится внутри Бога, но это не значит, что вот этот стакан или вот этот вот огонь или вот эта вот речка — это и есть Бог. Да не будет такого безумия, мы говорим. И вот тогда человечество, раз это не боги, значит, это можно развивать, исследовать, значит, как-то под себя подстраивать. И, в принципе, технологический процесс огромными темпами стал реализовываться именно тогда, когда христианство сказало «всё, вы можете дальше этим заниматься, вы можете исследовать, смотреть, изучать, погружаться в некие тайны». И опять же таки, кто это даёт? Большинство учёных, если мы действительно посмотрим на них, это люди глубочайшей веры. И именно Бог в них это всё открывал, всю свою глубину. И они из любви к Нему начинали постигать Его творение. Но ещё раз повторю, что самым главным процессом, который создал Бог в этом мире, является именно вот это вот преображение. Преображение человеческого истина. Но оно возможно только в одном случае. только когда человек признает свою немощь. И в этом как раз таки процесс постижения не только мира внешнего, но в первую очередь как раз процесс постижения мира своего внутреннего. То есть Господь не только открыл путь к постижению мира, который нас окружает, Его законов, чудес, но и самое главное как раз таки, чтобы человек постиг себя, смог увидеть действительно, кто он есть на самом деле, и самое главное увидеть, как Бог действует человек. На самом деле, Максим, вот то, что вы сказали о постижении мира и о том, что христианин – это действительно человек думающий. То есть Христос вот настолько преобразил человека, просветил его ум, свою благодать, вот этой силы, которая как раз таки действует в каждом человеке, что и я сам постоянно об этом говорю с людьми, вот там с крёстными, когда мы беседуем, что христианин – это человек думающий. Потому что в своё время, да и порой сейчас, мы слышим такой стереотип, что христиане или там православные – это какие-то такие тёмные люди, забитые, у которых там наука под запретом, там лудисты какие-то, лудиты, которые всячески от всех технологий закрываются. На самом деле это не так. То есть, что это люди тёмные, которых священники постоянно обманывают. Да, как бы, я даже недавно видел такую картинку в интернете, интересную, старого ещё до тоже советского времени, там, значит, люди так на колени упали перед священником, и сверху написано «церковь и гипноз». И, то есть, ну, что люди абсолютно не просвещены, но на самом деле всё с точностью наоборот, что христианин, просвещенный вот этим светом благодати, просвещенной любовью Христовой, человек, который познал действительно себя, познал собственную немощь, но и в то же время познал силу и любовь, которая совершается в этой немощи. И в познании мира непрестанно познаёт Бога. Мы с батюшкой, вот с отцом Дианисием Лёвиновым, тоже общались на тему познания. Ведь это действительно то, что и Бог заложил в человека, то, через что мы постигаем мир. Поэтому, действительно, вот то, о чём вы сказали, это очень важный момент. И почаще бы об этом напоминать людям, что христианин – это человек не тёмный, не забитый, это действительно человек, открытый к познанию. И возникает вопрос. Всё-таки, почему вот миллионы людей последовали за Христом, стали последователями Христа, стали изучать Евангелие? Как всё-таки вот смогли люди изменить себя, отец Максим? Как это вот на самом деле произошло? А вот это и произошло именно вот этой главной мысли о том, о чём мы говорим здесь, в этих передачах, что именно Бог пришёл в мир. Если бы пришёл просто человек или даже сверхчеловек, не знаю, там, инопланетянин какой-нибудь, то, ну, пришёл, пришёл. Ну, замечательно. А человек именно благодаря Христу появилась возможность изменения самого естества человека, возвращения вот в этой норме, о чём я говорил. Но эта норма, где она? Ведь мы хотим всегда увидеть некий пример, образец того, как это сделать нужно. А она находится в Евангелии. Поэтому непосредственно сам Христос и есть вот эта некая мерила, некая без Бога не до порога, как у нас говорили предки, да? И вот это вот абсолютный «я есть путь», да, говорит Господь. И вот человек, встречая Бога, видя Его как абсолютную истину, заражаясь этой любовью Божией, начиная преобразовывать внутри себя самого себя и вокруг себя потихоньку этот мир, вдруг обнаруживает, что мир-то оказывается на самом деле лучше, что и сосед уже не такой гадкий, и жена у меня замечательная, хорошая, и президент у меня замечательный и так далее. То есть мир мы изменить не можем, да, это нужно, это принять. Но мы можем изменить свой подход к этому миру, чем и занимается христианство. Аминь. Спасибо, отец Максим, за то, что согласились принять участие в нашей передаче и за интересную, хорошую беседу. Дорогие друзья, напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте, телеканала «Самара Гиз», раздел передачи «Просто о вере». С вами мы прощаемся. Всем ангелы, всем хранителям. С вами был Игорь Негода.